Я добавил к этому, что королева, она бесполезна, она не нужна никому. И поэтому и математика, в общем-то, имеет примерно то же самое свойство. Поэтому то, что вы сказали, это просто добавление к вашему выступлению относительно высказывания Галаса. А следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, он связан с тем, а что же осталось от реформы Голмогорова в школе? Сейчас. Мы знаем, что единственный момент, это понятие функции. И вот этому понятию, вы на это тоже обратили внимание, что надо четко, чтобы было понимание непрерывности, бифуркации. А вообще, если посмотреть первый семестр, чему мы учим даже математику в Московском университете, мы их учим именно строить графики функции. Значит, надо изучать монотонность, надо изучать выпуклость, надо изучать другие свойства функции, там, точки перегиба, экстремумы и так далее. Вот, собственно, эти моменты, конечно, в каком-то виде, они могут быть в разных вариантах, рассказаны и для гуманитариев тоже. Но не надо уподобляться просто такому университетскому функцию, а надо именно понять ее функции. В общем-то, оно, грубо говоря, возникло у Лобачевского и у Дерихле. У одного оно возникло в связи с тем, что надо было так или иначе обосновывать геометрию, вот, а именно у Николая Ивановича Лобачевского. А у Дерихле это в теории дифференциальных уравнений, математической физики. Вот я хотел бы только добавить к тому, что сказал Николай Иванович. Большое спасибо. Натяна Петрова хочет выступить еще как специалист.